Продолжение следует... 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 Говорим же об этом на других выступлениях, о том, что в 70-е годы в Праге институт нейрохирургии более 1000 обследованных рентгенологически с отвесом, с развесовкой на весах каждой ноги, из 1000 обследованных 28 не имели отклонений от сабитальной плоскости. Но термин, как правило, в этой переводной литературе есть сколиозирование. Такой термин, но это не наш, но не очень приятно. А теперь посмотрите на то, здесь отмечены двигательные сегменты, которые двигаются как единое целое у человека в простом сгибании. Когда человек просто производит сгибание, мы это не увидим. А если бы мы расположили какие-то здесь элементы, ну, например, подкнули какие-нибудь булавки, да, мы бы это увидели. Вот человек живой, нельзя втыкать булавки. Мы можем просто положить пальцы и увидеть, как наши пальцы сверху будут двигаться вместе с постным объектом, с мягкими тканями, и мы увидим, как это двигается. То есть исследование этой, мы видим, что это движение мышц, которые здесь на данном слайде зафиксированном у девочки со сколиозом, оно совпадает, в общем-то, с тем распространением дуб, которое и есть. В других случаях мы можем увидеть, что и у большинства нормальных людей распределение вот этих вот блокированных сегментов, опорных сегментов, такое же. Следующий слайд. Здесь, на этом слайде, мы видим зубы зубов, да, видна асимметрия, да, улыбка видна асимметричная, да, зубы тоже асимметричные. Обратите внимание, с правой стороны короче, с левой длиннее. Следующий слайд. Анатомические, анатомические. Как бы, вот здесь зона клинического интереса, области зрения, от которой будет зависеть небольшой поворот головы и соответствующая установка напряжения, постоянное напряжение мышц, занимается тальмолог. Здесь занимается стоматолог или ортодонт. Здесь занимается лор-врач. А здесь, по идее, должен рассматривать ортопед. И мы видим, что вот эти отклонения в составе между мышелками затылочной кости, первым шейным позвонком и вторым шейным позвонком, они могут быть асимметричны в результате разной установки нижней челюсти или длительно существующего испарительного процесса на, собственно говоря, задней стенке глотки. Что в итоге и может повлиять на то, каким образом человек стоит. Ну и отдельный специалист, падиатор сейчас есть, да, ну или ортопеды раньше занимались, но, к сожалению, в современной ортопедии нет четких критерий для того, что же надо делать здесь со стопами, чтобы и стопы хорошо работали, и весь позвоночный стоп работал нормально. Так вот, все специалисты этим занимающиеся, каждый занимается своей областью, а в общем и целом, как влияет их действие на поведение двигательной системы, мышечной системы целиком, это не отображается. В этом-то, собственно говоря, и цель еще конференции с тем, чтобы специалисты узких специальностей пришли и выступили для того, чтобы были видны и их методы, которые реально воздействуют на асимметрию двигательной системы человека. Следующий. А здесь посмотрим, какие сейчас выделяются кинематические цепи, которые важны и которые, собственно говоря, скручивают это тело. Видим название глубинной, фронтальной, респедальной линии по тому суммарцу. И известный факт о том, что механизм-селективные ионные каналы, они чувствуют над давлением натяжению мембраноклеток. И, собственно говоря, они являются тем, что запускают процесс быстрого или меньшего костного роста с одной или с другой стороны в телах позвонков. И один из самых важных факторов – это просто давление, которое производится на ту или иную сторону тела позвонка, ну или дуги в соответствующем направлении. Следующий. Здесь мы видим другую линию, да, переднюю, переднюю и заднюю. В принципе, я расположил эти линии так, с тем, чтобы было видно, что они, в принципе, являются антагонистами. Они могут быть либо, если одна с одной стороны расслаблена, другая напряжена, либо они могут быть совместно с энергично напряжены. Это основные два рефлексов, которые в нашем теле удерживаются в вертикальном положении или выполняют собственные функции, то есть прицепрованное, либо синергичное напряжение. Следующий. И в чем же незадача-то? В том, что аффилентные поля, на которые мы производим воздействие, они и приводят к тому, что весь скелет меняет свое положение. Здесь, поскольку я просто этим вопросом занимаюсь и сближены с толпой, но на самом деле такими аффилентными полями является, если у ребенка закладка и тела позвонков асимметричные, соответственно, это поле в руке является и носит свой диссонанс. Если у ребенка аппарат зрения работает сильно асимметрично, это тоже вносит свою лепту в асимметричное положение тела. И это легко, в общем-то, можно увидеть при движениях в рефлексионном тесте. Поставили два пальца на сегмент, человек медленно и плавно наклоняется, и мы видим, как двигательные генициформы вовлекаются в работу не быстрые, не сильные, а только двигательные генициформы, которые у нас работают оксидативно, которые у нас не утомляются, которые наши формы поддерживают. Ну, здесь несколько, это, вот они изображены, здесь видны линии, собственно говоря, на линии их утомления, тревое утомление, нижний ряд линий здесь, это верхний ряд изображены, это как раз пиковая нагрузка. Так, следующий слайд. Ну, управление в лечебной физкультуре чаще всего дается связь с мозгом, это латеральная двигательная система. То есть, второй важный, то, что при анализе и при осмотрении пациента, и при формировании, ему задача необходима, это все-таки, какая двигательная система управляет. Толуищем управляет медиальная двигательная система, которая напрямую с нашим двигателем сознательным командам, ну, на 10% только сюда идет. А 90% это медиальная, то те как раз эфферентные поля, эти те функциональные системы, которые и работают по поддержанию тела. Это наша просто вся площадь кожи и фасций, и отдельные их зоны, которые приспособлены к активации определенных поз, как стопа, ягодицы, например. Ну, и эта часть показывает топографию, крометические зоны, которые есть, как здесь, как и мой мозг, это очень важно, вы видите, так, и, в первую очередь, в мозжечке, который, собственно, является тем органом, который управляет нами. И мы видим вот эту связь между нейронами, определяющими постановку КОС от уахтовной мускулатуры туловища, это медиальная двигательная система. То, что они между собой работают, видите, постоянно взаимосвязано. Литеральная двигательная система, наши поиски конечностей, сами конечности, они как раз могут работать совершенно независимо от друга. И мало между ними связей. Ну, и здесь мы видим расположение в спинном мозге, топографическое расположение, близость его в каждых где-то около трех сегментов, тех нейронов, которые управляют гладкой мускулатурой, в том числе мускулатурой сосудов той же зоны, того же сегмента. Соответственно, мы можем диагностировать и думать о том, что если в данном месте мышечная мускулатурой развивается и имеет определенные рефлексы, то соответствующие рефлексы там будут и с автономной двигательной системой, которая управляет подачей туда крови, соответственно, кислорода, соответственно, трофики тканей. То, о чем мы сейчас говорим, это брадитровные ткани, это то, что питаются через кости, да, через ограниченное количество сосудов, которые в детском возрасте постоянно перестраиваются, ну, и зоны роста, которые получают питание через эти ткани. Также хрящи и диски межпозвонковые, но это уже более актуально для более старшего возраста свечи. Ну, здесь на этом слайде видно то, что я также показываю. Ну, и важно понимать, что генераторы локомоторных циклов, они постоянно существующие, постоянно работающие, по крайней мере, такова нынешняя концепция. И в своей работе мы можем их активировать. И таким образом мы активируем эти рефлексы, которые работают у человека. И есть другой механизм модуляции, когда эти генераторы локомоторного цикла, они как бы закрыты, не дается возможность им выпустить наружу их активность. Это второй момент, то есть необходимо в какими-то условиями формировать, уменьшать подавление этих рефлексов. Вот мы к этому подводим. Значит, что это может быть? Так вот, например, раздражаем кожу, добежало сюда три, а дальше уже два. То есть мы видим конвергенцию подачи сигналов. И, соответственно, если какое-то раздражение есть, мы можем его подавить более слабым раздражителем. Например, сюда, на несколько других, подать входов, подать другой раздражитель. Как это бывает, если мы ушиблись, это самый простой пример, и мы пытаемся подуть. Большая площадь кожи на некоторое время уменьшает как раз более боль. Подобные же механизмы работают и в механизмах, когда мы можем сдвинуть или натянуть кожу и фасцию на человеке. Это используется в тейпировании, и это можно использовать, это используется как раз в иммунальной медицине. Ну, это тоже, в общем-то, известный факт. Про эндогенную систему подавления боли я не буду сейчас рассказывать. Это несколько другой аспект. Но подобный же аспект есть в системе регуляции чувствительности, собственно говоря. А она в контексте влияния на двигательную систему и важна. Потому что дети со сколиозами, они являются гиперочувствительными своей массе при обследовании. Ну, то есть там, где мы не прикоснулись к нему, этот человек, у него развивается либо двигательная, либо эмоциональная реакция. И чувство большее, чем обычному человеку при данном прикосновении, при данном давлении на кожу. Система распределения давления и, соответственно, пиковые нагрузки, которые являются активаторами рефлексов, именно это и важный фактор, который мы видим в поддержании асимметрии тел человека. И в своих личных наблюдениях я вижу эту эффективность и у пациентов со сколиозом. Как и во всех речах, всегда важна группа. Потому что эффективность в том, что мы видим улучшение, уменьшение степени асимметрии, это один фактор. Другой фактор, достаточно ли изменения этой степени асимметрии в двигательной системе, двигательных единицах формы, для того, чтобы уменьшить то влияние, которое есть на костную ткань. Конечно, это всегда большой вопрос. И решается на клинические наблюдения, и мы, собственно, бывали теми гритериями, которые вообще известны. Но и недоучет этих факторов современной ТПТ, точнее сказать, совершенно не учет, он является крайне важным. Поэтому я еще раз докладываю и хочу обратить внимание мне гостей из Ярославля на то, что степень сопротивления, и индивидуальный подбор степень сопротивления. Чарли Байкл сделал вот эти степеньки в конце прошлого века, в начале нашего. Они появились в России. Там по нескольким степеням есть и очень хорошо видно. Ставишь человека, проводишь флексионный тест или тест силы на асимметрию. Можно понаблюдать, конечно, и другие, но это самые быстрые способы увидеть, как двигается человек. И видно, что на большей жесткости или меньшей жесткости степени асимметрия увеличивается и уменьшается. А именно на этой, на какой-то из них, она становится меньше. То же самое мнение по поводу корцетирования шино. Очень хорошо видно, что некоторые дети приходят в корцет с шиной, и степень асимметрии ярко уменьшена в нем. Вопрос, приходят другие дети, которые и по некоторым, не совсем, можно сказать, объективным критериям, видно, что что-то вот не так, по нашим ортопедическим замечаниям, да, у человека с этим корцетом. Но когда проводишь флексионный тест или дополнительные тесты силы, то очень хорошо видно, что асимметрия высокая. То есть, в принципе, флексионный тест, он и подходит для того, чтобы определить, как работают двигательные системы в этом, и насколько адекватен ношение. Таким образом, обувь и ортезы значимо влияют, есть ведь и продолжают работу фирмы, которые используют опыт врачей для того, чтобы активировать придержание поз вертикальных и автоматизм ходьбы для разных условий. Современные там фирмы Мирилл и Асикс, которые есть в Воронеже, представлены их. Обувь, она очень целенаправленна для разных целей. То есть, соответственно, человек, который хочет и назначать, должен знать, для чего каждая модель предназначена. Ну и таким образом мы повлияем как раз на выбор человека себя, держит следующий. Материал тенкур и материалы, которые сейчас есть. Важно, конечно, с тем, чтобы зона, видимо, была вот такой, а не вот такой. Распределение давления, когда пациент лежит у нас, для того, чтобы меньше всего активировались рефлексы вот этих вот длинных мышц, которые будут сжимать, увеличивать ширину человека. И больше активировались те группы мышц, это вот ахтоны, это вот, которые сжимают в поперечном направлении и, собственно говоря, являются и рефлексом выпрямления, или движения. Сейчас и сберечки-поглушки есть. То есть, я хочу сказать о том, что представление о том, что им нужна ровная жесткая доска, на которой у человека либо, ну, детей не пролежние, ну, по крайней мере, мы видим то, что кожа шелушится, неплутнена, а мозолина, навистор, давление, это не является положительным для того, чтобы он хорошо себя во сне восстанавливал. Следующий факт. Ну, это, скажем так, те предметы, которые могут облегчить существование, значит, вот этот стульчик интересный, он представился еще уже с вам, Алексей Егорович, ее с медикой, так будет, вот, дольше я не видел никаких. Да, человек сидит, ноги у него располагаются вот здесь, как бы, если вы сидели, вспомните детство, когда вы сидите на яблоне, на суку, а второй сук у вас располагается под горенью, да, вот, первая, сидеть можно на нем очень долго и с компьютером в том числе. Ну, это, на свалях мы видим материалы, ну, видим, что чермашенская бегает хорошо, мортеза, но, следующее. Спасибо за внимание. Ну, в свое время, когда вы начали свою презентацию, мне понравилось, что вы коснулись вопроса по экспериментальным сколиозам, что провели там удаление части головного мозга, буквально до кролика этого, и у него разбил сколиоз. Но ведь в России были сделаны работы по экспериментальному сколиозу, где они голову трогали, а иннервацию позвонок, костная ткань, это живая ткань, она тоже иннервируется. И при изменении иннервации самого позвонка, костной ткани, немышечной, получали экспериментальный сколиоз. Потом кролика не убивали, делали вторую операцию, и сколиоз исчезал без всяких металлоконструкций. Но сколько ездили на съезды, ни разу слово об экспериментальном сколиозе никто даже не затронул нигде, ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Минске. В Новосибирске. В Новосибирске слабо, в Казани слабо. Не-не, они там не только касаются вопросов об этиологии патогенеза сколиоза, а экспериментально, никто еще в России не делал. Как не делал? В Новосибирске в Питере работа на кроликах. Это 98-й год еще. Сейчас 90-й год, а экспериментально сколиозит. Я просто сейчас говорю, в течение 10-ти лет на берегу. Бедных холиков. На самом деле в патогенезе я с вами согласен. Костная ткань является одной из зон, которая точно так же и очень важна для его. Я это говорил в одном из слайдов, что это очень важно. У меня есть вопросы. И если позволите, касающиеся практики, вы, как мануальный терапевт, практикуете? Да, артропед-терминальный терапевт. Извините, если я там где-то буду нарушать вашу терминологию. Скажите, пациенты со структурными сколиозами, они могут быть вашими клиентами? Если да, то по объему лечебных мероприятий вы с ними проводите. Мобилизации, какие-то редукции. Что еще? Хороший вопрос, он имеет отношение к тому, что мануальную медицину в основном воспринимают по тому, как она приходила в Россию по хруст-клесть. Мануальная медицина, вот то, что я сейчас рассказывал, это анализ, собственно говоря, генематических цепей, как они реагируют на афферентные поля и, соответственно, на изменение этих афферентных полей и проведение соответствующих мероприятий. Я в своем лечении, я использую, в первую очередь, это позы, изменение поз, и изменение, второе, это изменение натяжения фасции кожи. И третье, выполнение, активация самого каких-то генераторов локоматомерных цеплов. То есть это могут быть движения глазами в вашем направлении. Да, это не андертические техники, да? Я специально не употребляю те наименования, которые пришли к нам из-за рубежа. Понимаете, мышечно-энергетическая техника – это наименование, которое дал американец. Ну, хорошо, конечно, но можно и по-другому их называть, не совсем понятно, потому что в России слово энергетическое имеет такое двусмысленное значение, потому что у нас сейчас очень популярная биоэнергетика, да? Поэтому правильное наименование, но использование в контексте России не совсем правильно звучит. Вот, и такие эквиваленты этому бывают. Вот, там используется слово энергия в физическом смысле этого слова, как физика. Вот, сейчас термин, который мы используем в России для обозначения таких методик, они называются «мягкие техники мануальной медицины». И, собственно говоря, лучше говорить сразу, в прямую, о патогенезе, о физиологии, и тогда не будет двусмысленностей между врачами. Если ортопед, знающий физиологию Заканки на Каменске, не более, там, ну, чуть-чуть больше, там, может быть, то, что появляется. Функциональная анатомия Капанджи, которая теперь, слава богу, на русском языке есть. Если мы этим пользуемся, то у нас не будет разногласий в технологиях. Те технологии, которые я применяю, любой пациент может их выполнить сам. Чем, собственно говоря, дети и делаются с родителями. Они эти позы и движения выполняют потом дома. Что важно? На приеме важно увидеть, есть ли у этого ребенка быстрый эффект от этих упражнений. Поэтому они приходят, по сути, разучивают, ну, и я манипуляции провожу. Манипуляцию подразумеваю именно эту позу и движение, а не резкое толчковое движение, да? Как у нас принято, в любую врачебную называть действием, называть манипуляцией. Вот. То, собственно говоря, это и происходит. Так что, я ответил на Ваш вопрос? Спасибо, но я продолжу свой вопрос. Вот, к Вам приходит больной. Вы что-то обещаете ему? То есть, мануальная терапия всегда, в направлении медицины, составлялась в нескольких частях. То есть, это проведение объяснения действия, проведение действия и демонстрация эффекта. Немножко не так. Мануальная медицина проводит обследование, выявление... Это очень важный момент, потому что Вы, как Вы сейчас сказали, то, чего современные мануальные медицины не совсем есть. Вы сказали то, что принято в предполагной кинезиологии или хиропрактике, где вот именно этот показной эффект, он не имеет отношения к таковой коммунальной медицине. Он имеет отношение к способу продвижения на определенной территории, где надо было продать этот способ лечения. Поэтому то, что Вы сказали, это имеет отношение к способу продажи. Не надо это путать. То есть, медицинская часть и, собственно говоря, бизнес-часть, потому что медицина – это большой бизнес. Мы с Вами это знаем очень хорошо, да? По наличию фронтефических компаний и других способов лечения. Так что принципы – это необходимо увидеть человека в стандартизированной обстановке, выявить изменения, в моем случае, в двигательной системе, затем изменить условия, в которых человек находится, и затем еще раз проверить, посмотреть, вызвало это какие-то изменения или не вызвало. И затем порекомендовать пациенту этот фактор использовать в собственной жизни для того, чтобы он уменьшил степень асимметрии. Ну, о значимости асимметрии я отошлю к руководству по функциональному шарной асимметрии, с тем, чтобы узнать клиническое значение, насколько оно велико для того, чтобы человек действовал. Собственно говоря, фактор не обязательно проведения действий мануальной терапии. Я еще раз говорю, это как раз простые вещи – закрыли глаза, посмотрели, как двигается, открыли глаза. И по-сегментам можно увидеть, что вовлечен только верхний шейный отдел, или у человека из-за того, что он с открытыми глазами двигается, у него, в общем-то, до верхнего и нижнего грудного распространяется асимметрия, закрывает глаза, и у него эта асимметрия исчезает. Тогда мы говорим «мама», что у ребенка с глазами. И она либо отвечает, либо не отвечает, либо идет к этому, да, потому что это не повод для, в первую очередь, для дальнейшего обследования, да, ребенка. Если мы видим прикус по росту пациента сжать сильно челюсти, ну, понятно, ферментное поле это активировали, и видим в движениях возникновение увеличения асимметрии, мы говорим «откройте рот», посмотрим, что у вас здесь, ощупываем, соответственно, мышцы, мы увидим плотность мышц справа, там, слева, и дальше направим к ортодонту. Да, собственно говоря, эта задача, на мой взгляд, ортопеда. И это ортопедическое обследование, которое сейчас в современной литературе, собственно говоря, есть, оно, да, оно уже на русском языке. Это не, и подписано оно не мануальной медициной, это ортопедическое обследование. Еще бы я хотел сказать, почему конференции я провожу и чат, и я как ортопед, потому что мы поддали находку кому-то ту часть, которой надо заниматься нам. И в настоящее время, если мы будем говорить на медицинском языке, и не будет этим действием того предупреждения, которое возникает от его неблаговидного использования, то, что мы, собственно говоря, понятно, о чем мы говорим. Я могу еще раз попросить вас сказать, если максимально за улицей к вам пришла мама, она привела за руку ребенка, 14-летнюю девочку, которая сторчит гор, у которой имеется скариоз, там, третий степень, у них есть снимки. И ортопед сказал, что вот можно носить корсет пластмассовый круглосуточно, или может даже делать операцию. Но она слышала, что может иммунолитерапевт им помочь. Она привела этого ребенка к вам. Вы что ей прообещаете? И что вы сделаете с этим ребенком? Я ортопед, я прообещаю то, что возможно в данной клинической ситуации. Мы все знаем, что если остановление сколиоза, это победа, да? А уж исправление, это сверх, да? Это же чудесное. Поэтому все основывается на тех... Я ортопед, понимаете? Я основываюсь на тех же клинических критиках, на Павел Кальбин, Николаевне. То есть будет пройден тот же самый круг, а мои методы будут дополнительными по отношению к корсетолечению. Или если ребенок настойчиво отказывается, это мы видим, и этих пациентов нельзя упускать, потому что они иногда уходят. Из моей клинической практики был случай, когда ребенок с кифозом из неблагополучной семьи, я работал ортопедом в поликлинике, за два года недистанционного наблюдения, это пришел колумб с горбом, которым вот только мы на картинках сейчас видим, понимаете? Вопрос, собственно говоря, общей врачебной практики. Мне очень нравится констатировать, что в Воронежской области гнометерапевты не обещают ребенку вправить сколиозку. Да? Просто в Ярославле продолжим. Дело в чем, в чем он для нас огромнейший поможет. Мы всегда, вот ортопеды, да, кто оперирующий особы, они что смогут? Костя соединили, выровняли скелет, хорошо все. Это биомеханик, который я рассматриваю практически. А он к этому подходит, он иногда помогает, и прям здорово. Я вам честно говорю, потому что давно знаем друг друга. Это первое. Это первое. Второе. В городе Воронеже есть, но я их не называю не мануальной терапией. Они есть, приходят, так же объявления висят. Вылечим сколиоз. Есть такие? Это надо закрывать. У нас центр есть, который гарантирует четвертую степень сколиоза, а не вылечим. Я вам говорю так. И он приходил на общество травматолога, и он говорит, идите отсюда. Что вы сюда пришли? Здесь люди работают. Вы что на уши мешаете? Что вы вылечили 100%? Кинезотерапия мне там всем чему будут. Ну, сами знаете, о чем я говорю. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубров한 история. Спасибо. Продолжение следует...